Добрый день, друзья! С вами снова Вадим и Крис. И сегодня мы приехали в Геленджик. Геленджик – это курорт, который будет интересен в любое время года. Здесь всегда есть чем заняться вне зависимости от бюджета и вида отдыха. Активный отдых, пассивный, для взрослых, для детей, с семьями, как угодно. В общем, Геленджик – это просто про отдых. Крис, а ты знаешь, что в Геленджике одна из самых благоустроенных набережных? И она как раз предназначена для активного и не только отдыха, потому что на ней много ресторанов, кафе. И давай сегодня узнаем, кто из нас будет активничать, кто будет тратить деньги, а кто будет наслаждаться просто красотами Геленджика. Я считаю, это все равно неплохо. Согласен с тобой. Цу-е-фа. Цу-е-фа. Я снова король, друзья. Как по-другому, по-другому и не может быть. Но ничего страшного, зато все самые красивые виды, самая прекрасная природа достанется мне. Ты сиди в своих вот этих отелях. Я буду в отелях и во всех остальных историях. Пойдемте с нами. Геленджик – несомненно город с лучшими видами на море. Посмотрим, кто сегодня справится лучше. Вадим с экскурсией на виноградниках или я с пешей прогулкой к смотровой площадке у Поклонного Креста. А если этого вам покажется мало, я припасла для вас прогулку в новом парке Молодежный. Интересно, а как там дела у Вадима? Понятно. Он, как обычно, очень занят. Думаю, заказывает себе экскурсию. Давайте пока посмотрим на его номер. Кровать большая, номер просторный и светлый, дорого-богато. Впрочем, чего еще ожидать от покоев нашего короля? Но не переживайте, вне сезона такой номер стоит всего 12 тысяч рублей, что не может не радовать по сравнению с летним ценником. Так, опять мои любимые приемчики пошли. Да будет свет, сказал монтер. Сразу поставляем шлючий рюкзак. Ребята, ну теперь маленький рум-тур. Рассказываю, в чем фишка номера. Если брать номер с двумя односпальными кроватями вместо одной двуспальной, он выходит значительно дешевле. Я заплатила всего 1400 рублей. Слушайте, на самом деле, я не думала, что за такую стоимость может мне достаться такая приличная ванна. Да, душевая, но тем не менее вполне приемлема. Елена, добрый день. Добрый день. Как я рассказывал сегодня телезрителям, я хочу сегодня провести вот этот прекрасный солнечный день. Кусочек Франции в Геленджике. Я правильно сказал? Абсолютно. Абсолютно. Так как в деньгах я сегодня вообще не нуждаюсь практически, у меня все хорошо, то у вас есть такая, скажем так, услуга номинодельния, это индивидуальная экскурсия. Да. А вы, я еще знаю, выиграли звание лучшего гида. Поправьте меня, или гид? Гид-экскурсовод. Краснодарского края. Да, совершенно верно, по итогам 22-го года. Да, это прекрасно. Поэтому со мной только лучшие люди, правильно? Да, вам предоставили самую лучшую локацию, самого лучшего экскурсовода. Расскажите, какая у нас программа сегодня, я так понимаю, мы идем к кару. Это всегда, да, есть индивидуальная история, все топовое. Наш маршрут будет выстроен следующим образом. Мы сейчас с вами вот на этом замечательном автомобиле, на электрокаре прогуляемся по виноградникам. Вы увидите наши красивые пейзажи, замечательнейшие места. Да, это склон в открытое море, эффектные фотографии у вас будут. Вашему путешествию, вашему визиту в нашу винодельню можно только позавидовать. 100%. Когда деньги есть, это можно все, да? Можно себе позволить. Можно все. Пойдемте. Да, мы едем. Прошу вас. С вами находимся сейчас на высоте 90 метров над уровнем моря. В летнее время очень многие гости боятся попасть под палящее солнце, говорят, что будет жарко, некомфортно. На самом деле это не так. А вот я вам сейчас покажу первый склон, мимо которого мы проезжаем. Посмотрите направо. Здесь у нас растет Савиньон-Блан. Здесь у нас растет ниже Шардоне. И наша красавица, Гленджикская бухта виднеется. И наш город. Мархотский хребет хорошо просматривается. Тонкий мыс, пологий в хорошую погоду. Особенно вот смотрите, там белеет крыша аэропорта. Там находится поля гольф-клуба. Там у нас начиналась история Гленджикского виноделия, история нашего города. Именно вот оттуда и пошла вот эта традиция виноградников и виноделия. На сегодняшний день в нашем хозяйстве 105 гектар плодоносящих виноградников. Они разделены на два участка, там где мы с вами находимся. 35 гектар. Справа у вас Савиньон-Блан-Шардоне. Слева у вас главный сорт виноделий, Каберне-Савиньон. Так вот, все 105 гектар наши сотрудники, это бригада виноградарей, обрабатывают вручную. А скажи, пожалуйста, когда заказывают индивидуальную экскурсию, отличается ли твой рассказ? Я просто знаю, что экскурсии у вас есть не только индивидуальные, но и групповые. Они чуть дешевле, значительно дешевле. Они стоят 1200 для гостей в групповой экскурсии. Ну, раз ты сказала, сколько стоит этот, скажи, что стоит моя 20, да? Да, конечно, 20 тысяч – это индивидуальная экскурсия. Мы предлагаем гостям также прогулку по виноградникам. Знаете, как правило, гости все хотят знать как можно больше. Естественно, пока гость не прекратит задавать вопросы, естественно, мы не расстаемся. Но, как правило, наши гости получают достаточное количество информации, всегда уходят от нас счастливыми и довольными. По времени сколько экскурсий отдалите? Возможно, до 90 минут. Ну, в среднем, наверное, час, да? От 60 до 90, но, поверьте, это неутомительно. Погода играет роль? Да, конечно. Если у нас дождь или ветер, а у нас норд-досты в холодное время, погоды достаточно часто бывают, мы меняем свой маршрут. Вместо виноградников мы предлагаем осмотреть наш замок. Это и второй этаж нашей интерьеры, и антиквариат, знакомым с антиквариатом. Это тоже достаточно интересно. Нам сегодня повезло, у нас сегодня солнышко. Пойдем на солнышко. Хорошо, идемте. Ну, скажем так, честно говоря, даже эти виды, как говорят, это уже дорогого стоит. Ну, вот ты сама не устала от того, что часто сюда приезжаешь? А я не считаю, что я часто сюда приезжаю. Я работаю здесь третий год, и не успеваю наслаждаться вот этими видами. Ну, во-первых, море, оно каждый день разное, я вам скажу больше. Оно разное в любое время суток. Оно может быть вот такое солнечное, с зеркальной поверхностью, оно может быть с барашками. У нас иногда, вот повернитесь, посмотрите, легкая такая, размытая дымком черта горизонта. Иногда она совсем пропадает, эта черта. И такое впечатление, что мы с вами находимся под единым куполом, то есть небо срастается с морем. В ясную солнечную погоду, очень хорошо просматривается, если вот посмотреть направо, там кусочек даже виден будет Новороссийска. Налево у нас просматривается очень хорошо Демноморская, поселок Демноморский. Ну, и очень красивые пейзажи. И вот, кстати, когда мы с вами стояли в нашем парке, вы не видели оттуда Миркутский хребет. И смотрите, как он выглядит замечательно. Красота, да? Наш логотип, да, наш логотип, поклонный крест. Там, кстати, дорога есть канатная, можно подняться, сфотографироваться, увидеть нашу красавицу. Елен, у меня отдых богатый, зачем я буду ножки своей? А Кристина сегодня проиграла мне ногами и ножницы, и она пешочком идет сейчас к кресту. Боже мой, бедная Кристина, ну, я, наверное, бы не смогла подняться. Для многих туристов настоящий отдых – это не только рестораны, отели, дорогой красивый отдых, как у Вадима сегодня в данном случае. Это обязательно прогулки на природе. Сегодня я покажу вам новый Теренкур, который открылся 1 марта. Скорее пойдем за мной. Собственно, мы пришли на территорию Теренкура. Сейчас будем подниматься наверх, на информационной табличке. Я прочитала, что здесь на самом деле находятся 148 видов птиц, 17 из которых занесены в Красную книгу. Около 240 видов животных, из которых 98 занесены в Красную книгу. 1308 растений, их подвидов, видов, из которых тоже какое-то количество занесено в Красную книгу, а дальше я не помню. Для такого похода очень важно правильно собрать рюкзак. Дальше с того, что он должен быть. Никогда не ходите в лес с пакетами, сумочками и прочими вспомогательными предметами. Обязательно нужно собрать рюкзачок, положить туда как минимум литр воды, какой-нибудь перекус. И если вы путешествуете в летний период, положите себе средства от комариков и клещей. Очень важно. А вот и первый привал. Наконец-то можно будет сесть, расположиться, достать припасы, перекусить, восстановить водный баланс. Можно еще успеть понаслаждаться видом и в целом двигаться дальше. Силы восстановлены, пора двигаться дальше. Кстати, если вам показалось, что тропинка маленькая, спешу вас удивить, территория природного парка занимает 65,7 тысяч гектар. Иногда, чтобы насладиться видом, не обязательно искать смотровую площадку. Обзорная точка может появиться там, где ты ее совсем не ждал. Так, я пошла фотографироваться, отправлять фотографии родственникам, а ты пока делай подсъем красивый. Кстати, протяженность ринкура 4 километра, а подъем в гору около 234 метров. Ладно, я пошла дальше. Ну, собственно, нам осталось совсем немножко идти. Я, пожалуй, буду возвращать рюкзак на его законное место. И нас ждет смотровая площадка. Раз, надпись Геленджик, два. Собственно, пойдем скорее. Если вы думали, что на этом все, нас еще ждет крест. Ну что, по прямой здесь примерно метров 300. Но если посчитать, все вместе выходит, мне кажется, добрых полкилометра. Ура! Мы дошли! Самый обширный, красивый, самый глобальный вид на Геленджик открывается со смотровой площадки, находящейся у поклонного креста. Здесь расположена маленькая часовня, которую может посетить любой желающий. Как я выяснила, настоятель этой часовни абсолютно не против, чтобы туристы посещали часовню в той форме одежды, в которой они находятся в пути. Это очень такой важный аспект, очень важный мне, как дорогому сердцу кубанскому жителю. Стоит отметить, что эта точка, как смотровая площадка, она какая-то особенная, знаете. Здесь прямо видишь все как на ладони. И этот крест, он напоминает, конечно, много других достопримечательностей в мире, но он какой-то прям необыкновенный по энергетике. Ты просто здесь стоишь, наполняешься силой, видишь весь город как на ладони и понимаешь, что такое счастье. Расскажи, пожалуйста, вот запросы какие, вот когда гости заказывают индивидуальную экскурсию и групповую, запросы разнятся или нет? Да, конечно, наверное, комфортнее работать в более малочисленной группе, и гостям это тоже больше нравится, потому что экскурсовод работает только с вами, индивидуально. Вы не привязаны по времени, вы можете в свободной форме задавать вопросы, вы можете находиться здесь, на этой локации, потому что, ну, вы хозяин этой ситуации. Если вы захотели подышать воздухом или, наоборот, вам что-то не понравилось, мы с вами можем сменить локацию, погулять и по парку, по большей части уделить внимание винодельни, кто-то, наоборот, хочет посмотреть, полюбоваться виноградниками. Ну, это более комфортная такая форма, более свободная. Кто-то просто надо постоять, да, и вот отдохнуть, да? Да, конечно, набраться сил, просто вот посозерцать на красоты, на наши, на пейзажи, полюбоваться всем этим, вдохнуть наш воздух целебный такой вот, да. Вы знаете, просто я понял этот запрос, мы с Кристиной недавно приехали из Красной Поляны, и она там тоже дорого отдыхала, и оказалось, там есть такой запрос, что люди просто идут с музыкантом, который на дудке играет в горы, стоят на, как их называют, гвоздях. То есть люди, которые с деньгами, они, кажется, ну, чуть-чуть все-таки отличаются. Отличаются, конечно. Да? Да. То есть отдых бывает разный, да? Абсолютно верно. Самое главное, что он отдых. Абсолютно верно. Если вы можете позволить себе более в таких свободных условиях, я имею в виду и по времени, и по локациям, ну, почему бы себе в этом, почему себе в этом отказывать? Совершенно верно. Причем, как я всегда говорю, да, вот у нас есть возможность пообщаться с вами индивидуально, есть возможность у Кристины прийти и не платить ни рубля, просто прогуляться. Просто погуляться по парковой зоне, зайти посмотреть наш замок в свободном доступе, это магазин, соответственно, ресторан, сделать эффектные фотографии, это будет также незабываемое. В соцсети никто не отменял, да? Абсолютно, абсолютно. Вадим сегодня решил посетить винодельню небезызвестную. Мне сказал, что экскурсия стоит каких-то просто невероятных денег, больших, очень. Ресторан у него дорогой, шикарный, прекрасный. Ну, раскрою вам маленькую тайну. Сюда можно приехать и ни за что не платить. Посетить парк, прогуляться, посмотреть на прибрежную зону. Даже зайти внутрь в сам дворец можно абсолютно бесплатно. Да, безусловно, есть точки, за которые придется заплатить, но в целом мне будет достаточно и таких шикарных видов. Чтобы почувствовать роскошь, не обязательно приезжать и тратить большие деньги. Иногда достаточно стать ее элементом. Насколько я знаю, на втором этаже этого прекрасного замка есть музей. Но для того, чтобы увидеть предметы старины, не обязательно подниматься на второй этаж. Многие предметы антиквариата представлены даже на первом этаже в зоне при ресторане. У каждого есть своя табличка. И там подписана маленькая история, что это за шифонерка, кем она была сделана, в каком веке, к какому элементу искусства это относится. Поэтому не обязательно платить большие деньги, как это делал Владик. Можно просто подойти и почитать глазками. Вен, но перед рестораном вы все-таки мне сказали, что индивидуальная экскурсия и не посетить второй этаж – это неправильно. Я настояла, чтобы вы поднялись на второй этаж нашего замка своими глазами. Увидели наш антиквариат, который собирали дизайнеры Краснодарской компании достаточно долгое время. Мы искали его во Франции, на аукционах, в антикварных лавках. Наши все интерьеры, так же, как и ресторан, который вы сегодня увидите, стилизованы под шенуазри. Это красивое французское слово. В переводе на русский язык означает «китайщина». Это история интерьера… Звучит не особо. Это история интерьера Франции, совершенно верно. А еще в нашем музее находится жемчужина нашего замка – коллекция «Веншату Мутон Ротшильд». Вы сейчас не ругались? Ну, Ротшильда – это известная фамилия. Так вот, экземпляры у нас представлены от 1900 до 2019 года. Вот такой разговор. Да, уникальность коллекции в том, что, начиная с 1945 года, на оформление этикеток приглашались известные художники мира. Так вот, у нас есть бутылочки, этикетки которым оформляли Марк Шагал, Василий Кандинский, Серж Поляков, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, наш россиянин Илья Кабаков, принц Чарльз. И фамилии можно длинным-длинным списком еще представлять. Я боюсь спросить, самая дорогая бутылочка, сколько здесь стоит? Я, к сожалению, не могу сказать, сколько она стоит. Так что она не продается, понятно. Скорее всего, это «Магнум» урожая 1945 года. Две бутылочки в нашей коллекции также представлены. Именно с этого года и началась традиция оформлять этикетки известными художниками. Знаете, стены такие очень красиво расписаны, это как бамбук, да? Это шелковые натуральные китайские обои. Да, песочного цвета с изображением бамбука. Опять-таки, это стиль Шнуазри. Я хотел присесть на стул, вы сказали, ни в коем случае. Стульчики у нас также куплены на аукционах. Это антиквариат, так же, как и стульчики, которые перед вами XVIII века, так же, как и двоечка консолей зеркала XIX века. Да, здесь подборка антиквариата. У нас представлено достаточно много антиквариата в нашем замке. Вы знаете, вот сегодняшний день, мне кажется, это прям для меня. Интерьеры для меня, Елена. Спасибо вам большое еще раз. Пойду ужинать. Вадим, как бывший местный житель, посоветовал мне поехать в столовую в станице Дивноморской. Конечно, можно было остаться в Геленджике, но так как времени у меня сегодня было много, очень хотелось прогуляться, насладиться свежим воздухом, красивой природой. Я решила, почему бы и не прокатиться. Кстати, прошу обратить внимание, мой обед обошелся мне всего в 290 рублей. Посмотрите, какой шикарный стол. И компотик, и холодец, гречечка с подливкой, и печеночные оладьи. Впрочем, очень полезно, потому что после того, как мы сходили в горы, нужно обязательно поднять уровень гемоглобина. Мне приятного аппетита. Друзья, ну, винодельния – это знаменитая не только своими экскурсиями, причем достаточно дорогими. Ну, я сегодня на деньги не смотрю. Улетают вот так. Но здесь еще отличный ресторан и очень крутой шеф-повар. Я, надеюсь, сейчас с ним пообщаюсь, когда он мне будет делать какие-то спешл-фу-ми блюда. Давайте подождем его. Сергей, добрый день. Добрый. Расскажи, пожалуйста, чем будешь почивать меня сегодня? Это интересное очень блюдо. Добрый день карпаччо из дальневосточного гребешка с абхазскими лимонами и мандаринами, точнее, лучеными. Звучит, как и должно быть, по-богатому, да? Ну, как минимум. Как минимум, да? А что сейчас? Сейчас мы пожарим, сделаем лученые цитрусовые при помощи азота. Я правильно понял, к тебе можно прийти в ресторан не только вкусно покушать, но еще как на гастрономическое какое-то шоу, да? Конечно, есть такие блюда с эффектной подачей. Вопрос такой, это все съедобное? Конечно, съедобное. Все, что в тарелке, все съедобное. Скажи, а название вот это ты сам придумывал? Цитрусовые слезы? Да. Нет, это в гастрономии уже давно применяется. То есть не новаторство? Нет, это не новаторство. Скажи, а вот бывают гости такие, которые говорят, Сергей, вот давай не по меню, а вот... Или приезжать на виллу? Бывают, конечно, бывают. Конечно, конечно. Мы выполняем частные заказы, частные самолеты сервируем, яхты, поезда даже. И такие варианты встречаются. Спасибо вам большое. Приятного аппетита. Я вот рассказываю, что сегодня у нас межсезонье, но в Геленджике, и в частности у вас, на Винодельне, достаточно много народа. Ну, да. В сезон это совершенно другая история, да? В сезон здесь не просто много народа, здесь очень много народа. Давай посоветуем нашим телезрителям, наверное, бронировать заранее, да? Надо звонить? Летом, да, обязательно бронировать заранее. И, как правило, стараются бронировать уже за неделю, потому что все смешивается. Будни с выходными уже... Будни становятся выходными больше, чем сами выходные. Поэтому лучше заранее, конечно. Скажи, а ты сказал про дальновосточный гребешок? Да. А в своей кухне ты используешь какие-то локальные продукты? Конечно. Здесь локальный продукт. Абхазский лимон, абхазский мандарин. Надеюсь, скоро будет какой-нибудь геленджикский виноград, да? Ну, у нас есть. А, есть, да? Есть такое блюдо, тоже есть. Спасибо тебе большое, буду пробовать. Приятного аппетита. Спасибо большое. Друзья, но высокая кухня, она и называется высокой, и в плане чека тоже. Но, честно говоря, это отвал башки. Я представляю, как это блюдо прекрасно заходит летом. Оно в меру такое, знаете, кисленькое и в меру прохладное. Но, честно говоря, шеф Сергей это не обманул. Действительно, это стоящая история. Жду оленину. Сергей, ну я извини, я привстал, потому что ты принес мне камни с пляжа Геленджика и виноград. И виноград, жареный виноград, глазированная морковь, глазированная свекла, наш местный орех, плещина. Опять локальный, да, возвращаемся к их, да? Локальный, конечно, да. И локальный, локальный олень. Местный, локальный олень. Да? Да, запеченный в глине. Ты шутишь сейчас? Нет, не шучу. Это настоящая пищевая глина. Сейчас мы приготовим. Знаешь, чем мне нравится ресторан на высокой кухне, а твой ресторан это явно такой, что сюда приходишь как на представление, как в театр. Так часто приходят гости? Что-то есть, да. Гости так часто. Это запеченные виноградные листья. Вопрос, сколько по времени? Ну, ты говоришь запеченные. То есть это, наверное, не... Запекается не так долго, а дольше маринуется. Маринуется в нашем вине шираз. Это еще не все. Там еще есть небольшой сюрприз. Я сюрприз заговорил, Сергей. Там еще золотые листья, конечно. Ну, это действительно богатый отдых. Местного оленя попробую. Да, это деликатес большой. На лицензии на местного оленя очень дорого стоит. В районе 200 тысяч. Деньги не вопрос, Сергей. Да, хорошо. Друзья, это нереально вкусно. Очень мягкое мясо. Очень вкусный виноград в этом сочетании. Я определенно выбрал правильный отдых и правильный ресторан. Спасибо шефу Сергею. Я в восторге. Давайте посмотрим, чем занимается там Кристина. Если вам вдруг показалось, что я вернулась в Краснодар, я вас могу приятно удивить. В городе Геленджике открылся новый парк молодежный, который благоустроен согласно лучшим современным традициям ландшафтного дизайна. Приятно, что в новом парке уделили время и место каждому. Здесь есть хорошая оснащенная детская площадка, вмещающая большое количество детей. О, их, кстати, очень много в этом парке сегодня. Также сейчас покажу вам спортплощадку. Пойдем позанимаемся. Сейчас пойдем подтягиваться, отжиматься, качаться, чтобы в следующий раз мне не так тяжело было подниматься в горку. Идем на мировой рекорд по подтягиваниям. Ну все, хватит на сегодня. Спортсмен из меня не важный, но если вдруг из вас спортсмен особо важный, приходите, занимайтесь. На прощание хочется поблагодарить Геленджик за его неизменное круглогодичное гостеприимство. Он всегда готов удивлять, как внутри городской среды, так и в его окрестностях. Казалось бы, маленькая бухта, где от мыса до мыса всего одна морская миля. Однако в ней можно найти целое море впечатлений. Друзья, Геленджик – город Хамелеон. Здесь найдется отдых для каждого. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова